здравствуйте дорогие друзья ну что ж днем 2 января можно сказать что празднование нового года мы в общем и целом пережили некоторые товарищи праздновали слишком ударно очень многим пришлось работать для многих это была ночь для для многих это была ночь трагическая тревожная так получилось но тем не менее самая длинная ночь в году с дня чекиста до старого нового года праздничная ночь в году а для студентов так вообще начало февраля она продолжается мы продолжаем стараться радоваться жизни встречать новый год строить планы и на самом деле я совершенно потрясен тем что книжку цивилизации людоедов британские истоки гитлера и чубайса который описывает политическую культуру нынешних режиссеров большой мировой игры ну в общем один человек и и таскать подписался на ее без 15 и 12 правда я еще себя надежды что это все-таки было в другом часовом поясе в каком именно я смотрел но в 23 45 31 декабря подписаться на книжку это что называется признание которым я очень сильно горжусь и в связи с этим поскольку я совершенно не хочу делать разницы между светскими праздниками религиозными я плохо отношусь к тем представителям религии которые стараются создать максимальные трудности для светских людей и для светской жизни мы с такими в последнее время сталкиваемся к сожалению все чаще и поскольку у нас впереди 7 января я хочу поделиться с вами тем что значит как я делал рассылку электронных вариантов книги до 1 января до празднования нового года точно также я буду кто кто сейчас подпишется на электронный вариант книги до 7 января я точно также буду рассылать подписан электронный вариант книги до 7 января до рождества включая даже сочельник хотя боюсь что я многих этим обижу таким образом вы получаете возможность если вы подпишитесь на электронные варианты книги не ждать до уже сейчас до середины февраля как даже до 20 чисел февраля когда проект будет завершён а получить прямо сейчас до 7 января если вы подпишетесь в электронном виде я напоминаю что можно помимо цивилизации людоедов британские истоки гитлера и чубайса подписаться в электронном виде еще и на мир после информации эта книжка которая описывает то что с нами происходит сейчас в системном формате то есть не с точки зрения британской политической тусовки а с точки зрения и ее формирование через века с точки зрения того как информацию как индустриальная эпоха в девяносто первом году сменилась информационный а информационная эпоха в двадцать две тысячи двадцатом году сменилась пост информационной эпохой социальных платформ или цифровых экосистем которые в общем-то самое неприятное для меня открытие было что коммунизм и цифровой концлагерь имеют абсолютно одинаковые структуры общества и опирается на одинаковые технологии разница в том что при коммунизме люди занимаются творчеством а в цифровом концлагере люди оказываются к этому неспособны это очень неприятно ну и как жить в новых обстоятельствах собственно говоря в книжке книжка мир после информации стабильность той страны раскрывает можно подписаться и на нее ну и можно подписаться и на биографию солженицына прекрасного историка островского нашего с моим послесловием предисловием фурсова которая показывает во первых как относительно нормальные люди становятся предателями своей родины и почему и как это происходит может быть даже незаметно для них самих просто из-за стремления к славе к деньгам к почестям ну и с другой стороны как служеницын был совместным предприятием нашего кгб и американского цру и поскольку цру работала в стратегическом плане а кгб работала в плане тактическом получилось все так как получилось и у нас сейчас стоят по всей стране памятники человеку который призывал сбросить на нас атомную бомбу и так дорогие друзья до 7 января можно все это чуть не сказал великолепия все эти книжки получить в цифровом виде не дожидаясь 20 чисел февраля так что если есть интерес то уже можно будет к рождеству закончить чтение и высказать мне свое мнение по их поводу спасибо да и я надеюсь что вы все-таки продолжаете праздновать продолжаете праздновать умеренно без излишеств потому что среди моих знакомых количество заболевших причем что странно не нет алкоголя а именно от переедания но в общем уже три человека есть я думаю что есть еще просто я с ними еще не созвонился так что будьте аккуратны празднуйте умеренно и думайте о будущем спасибо